привет дорогие друзья рада вас снова видеть я задавала в моем instagram вопрос на какую тему снять для вас видео опять был запрос на прорисовку кошачьей шерсти и пушистости вообще поэтому я решила показать вам часть моей работы эта работа акрилом поэтому мы поговорим с вами о том как создавать пушистые реалистичные изображения акрилом как шерсть прорисовать давайте скажу пару слов и потом мы перейдем уже к практической части что конечно самое главное для работы акрилом и не только и пастелью я думаю мы по пастели тоже запишем с вами такое видео у меня есть урок по прорисовки шерсти подготовительный на моем онлайн курсе по рисованию кошачьих домашние кошки я оставлю ссылочку внизу так вот если говорить про акрил акрила техника довольно пастозная опять же послойная но так как и рисую я да и поэтому что будет важно для нас для прорисовки шерсти и создания пушистости вы можете видеть за мной вот работы акрилом в том числе это кошка процесс который в рисование я вам покажу вот она вот такая кошечка и сейчас работа закончена то есть мы с вами можем заглянуть в будущее а потом посмотреть как весь процесс проходил так вот основные принципы которые будут работать везде и в пастели и в акриле и в цветных карандашах тоже ну что важно очень важно быть внимательным вести работу постепенно то есть выбрать кусок с которым вы работаете и работать аккуратненько над ним как мы это делаем мы это делаем послойно вас минимум три слоя идет когда вы делаете первый подготовительный слой потом второй третий и так далее на самом деле их может быть сколько угодно плюс что важно еще работу мы ведем с вами от самых темных и плотных участках более светлым потому что самые светлые волоски шерстинки они находятся выше и мы с вами так и рисуем сначала самые темные потом светлее еще светлее и так далее это не значит что в конце вы не можете добавить каких-то еще более плотных и темных акцентов конечно это сделать можно но работу вести удобнее именно так то есть это просто вот на опыте уже можно сказать выработана такая система и я ее вам покажу давайте подведем итог а и еще что еще одно важно но это так наверное понятно когда мы рисуем с вами шерсть то важно нам рисовать по росту шерсти это относится к первому пункту да к нашей внимательности то есть мы смотрим на рисунок этого участка потом подбираем цвета ведем работу по слоям начиная с самого темного заканчивая самым светлым слоем плюс подбираем необходимые материалы и я вам покажу также кисти которыми я рисую забегая вперед скажу сразу что это могут быть любые кисти зависимости от ваших целей могут быть разные материалы как правило я использую синтетически может быть вам больше понравится работа щетиной которая более жесткая и толстая это могут быть также и натуральные материалы ими работать удобно комфортно но не стоит забывать что акрил материал довольно такой пачкающий и убивающие немножко наши материалы я имею ввиду кисти поэтому если вы очень аккуратный человек и кисти держите всегда в чистоте и порядке то это подойдет а если нет то лучше берите синтетику потому что белочки колонки они будут очень страдать если их оставить не помытыми они засохнут под слоем акрила их потом уже можно не спасти так вот про кисти да вот основные моменты выбираем те которые дают нам оптимальную линию те шерстинки которые нам нужны и кисть у меня обычно они такие немножко потропанной как раз чтобы между волосками было расстояние которое будет нам давать ту самую пушистость акрил вообще материал довольно приятный и за что я его люблю что можно делать много много слоев такую прорисовку когда у нас получается объемный контрастный очень такой натуральный рисунок сохнет он быстро это и плюс и минус как раз за счет этого быстрого высыхания можно сразу сделать много много слоев и прямо такими целыми кусочками завершать работу вести ее немножко другим образом чем например работа с маслом ну не будем в это углубляться давайте перейдем к практике и сейчас я вам все покажу ну что давайте начинать на примере моей очередной работы текущей текущего заказа мы разберем с вами как рисовать шерсть здесь что интересно да мы видим что у кота у кошечки есть вот такой вот наряд он тоже шерстяной поэтому мы сможем разобрать как рисовать кусочек вот вот этого халатика кошачьего а также саму кошачью шерсть я думаю на примере руки лапы можно это будет сделать плюс возможно затронем часть лица потому что тут кусочек у меня еще не доделан да он в процессе мне нужно добавить будет тень допустить шерсть вот так вот наверх добавить еще немного рефлексиков давайте начнем с того что я расскажу вам про материалы в данном случае про кисточки которыми я работаю надо именно вот этим портретом тут у меня пока что фигурировали вот такая кисть она уже немножко грязная даже не немножко это по сути кисть для акварели она считается у нее есть видите такой резервуар для воды да то есть когда вы можете набирать водичку и рисовать принципе они подходят также и для акрила что интересно у нее я этот резервуар и да сейчас не использую я использую сам ворс потому что он довольно тонкий то есть такая тоненькая синтетика и кончик также тонкий у волосков за счет чего получаются вот такие довольно нежные переходы расстояние между самими штрихами она небольшое это подходит скорее для рисования такой прям гладенькой шерсти вот особенно если рисуете это даже скорее не не кошечки даже так не пушистые кошки а более гладкошерстные либо вот собаки гладенькие гладкошерстные вот для этого подойдут такого плана кисти потом следующая она тоже видите такая пожитая кисть потрепанная немного но в чем здесь преимущество у нее это синтетика у нее тоже довольно тонкий кончик сами волоски они тоненькие на концах здесь она может становиться более пушистой и рисовать вот какие-то такие вещи такого плана то есть она подходит для этого также раньше использовались у меня и вот такого плана кисти что хочется сказать что для пушистой шерсти кистью как правило до должна быть довольно так вот повреждена то есть быть такой уставший пушистый растрепанный тогда расстояние между волосками становится больше и и тем самым вы можете создать несколько волосков за раз ну даже довольно много зависит от размера кисти но этого размера который вам нужен если деталь небольшая понятно кисть нужно будет маленькая если деталь побольше той кисточка тоже больше здесь они начинают вот это вообще китайская кисть я с алиэкспресса какой-то набор заказывала это видите какая-то pinux синтетика они начинают вот так вот выходить отходить от деревянной основы я их заматываю скотчем можно и туда заливать клей их фиксировать но это зависит от качества кистей конечно если кисти у вас лучшего качества то они подойдут но здесь я делаю ставку именно на ту скажем так на тот штрих которые кисти оставляя да это намного важнее чем ее основание поэтому с этим можно смириться а есть еще вариант вот такой она немножко испачканной но по качеству хорошая это виндзор и ньютон такая же у меня была еще плоская кисть это уже щетина и она будет оставлять более грубые волоски до более толстые потому что сами волоски кисти видите какие они они не такие тонкие то есть это не синтетика давайте начнем рисовать наверное сделаем сначала небольшой кусочек светлой части потому что вода у меня пока чистая потом она уже снова красится в розовый цвет и может быть заодно немножко поговорим с вами про акрил расскажу какие-то основные вещи понятно все на свете сейчас мы не разберем но тем не менее я подбираю цвета которые будут похожи на то что у нас присутствует на шерсти понемножечку добавляю палитра у меня она видите такая ретро тарелка в данном случае намного таких испачканных скажу честно я потом их после после акрила не мою потому что они сами засыхают и в принципе это довольно удобно и просто поверх добавляю какие-то дополнительные слои можно поплотнее потемней цвет еще взять но я часто знаете как делаю я добавляю этот у меня уже почти закончился хороший кстати цвет был где-то у меня был его дубляж он такой песочный почему маленькие тюбики потому что большие они ну занимают больше места я обычно набираю какие-то похожие оттенки вот такого плана этим маленький я заказывала тоже на джексон си было видео да если помните и они все примерно близкого оттенка могут быть сейчас надеюсь из этого получится что-то еще выдавить на самом деле тоже сколько я сейчас выдавливаю это довольно много стоит учитывать что акрил он засыхает и нужно постоянно добавлять дополнительное количество краски это обычная ладога с белилами белила подходит вообще разные отличия только в их более теплым либо холодном оттеночки давайте возьмем какой-то более теплый еще коричневатый оттенок где-то у меня был еще маленький коричневый такого плана то есть он коричневый с водичкой да либо с другими красками он дает цвет похожий на рыжий она такой как раз который где-то здесь присутствует в идеале добавлять для затемнения также черный цвет да то есть черный тоже нам не помешал бы у меня по моему все уже там засохла все что черное на палитре то есть вот эта вся часть засохшая свежая только вот розовый с красным где делала калатик для кота давайте я думаю будем не будем давайте не будем наверное пока черный добавлять если бы холст у меня был белый да тогда нам нужно было бы обязательно для вот этих затемнений добавлять и темный цвет но у меня есть уже вот такая основа то есть я прокрасила холст он у меня такого розовато-сиреневато-серого оттенка с ними тоже буду потом работать но так как вот эта база есть все цвета соответственно с ней немного перемешиваются и у меня белые бежевые они уже не будут такими яркими ладно давайте начнем возьму вот эту кисть я все разместила с левой стороны удобнее конечно справа и у меня так обычно все лежит но чтобы у нас в центре на картинке все было вместе и палитра водичка и сам портрет тоже и первые слои мы делаем с не очень светлым цветом вот как раз я беру вот этот коричневый могу его намешать с бежевым беру такой довольно тоненький слой и мы наносим первый слой первый слой он представляет собой просто такую разметочку вы одновременно наносите и уже продумываете как это в дальнейшем будет выглядеть видите кисть она практически никаких штришков не оставляет если добавить больше воды то у нее кончики станут более такими разрозненными у кисточки и тогда мы сможем больше показать какие-то волоски поэтому первый слой просто я вот так вот распределяю шерсть заодно смотрю где в какую сторону она поворачивает на лапке ситуация такая непростая то есть где-то она идет вертикально где-то поворачивает в одну сторону здесь идет вниз и так далее и вот таким образом я делаю первый слой потому что чем больше у нас будет слоев тем будет даже не чем больше скорее так нужно определенное количество слоев понятно с одним слоем вы не сделаете пушистый объем поэтому их нужно будет несколько также этот участок он фигурирует с другими пушистыми участками да поэтому я понимаю что когда будет сделана часть кофточки что я снова к нему вернусь и какие-то волоски вот таким образом я выведу еще раз то есть сейчас мы сделаем все равно не не конечный и так потому что стыковки разных частей они тоже очень важны ну вот примерно так мы лапку с вами закрасили можно добавить больше коричневого там где он будет у нас вот здесь где-то например еще момент который будет чуть-чуть помогать контур который присутствует контур я сделала пастелью причем пастелью в таком мокром мокром виде то есть кисточка она влажная касается пастельного мелка черного и я делаю такую разметочку так как в дальнейшем мы будем работать с водой и кисточка будет немножко забирать скажем так участок вот здесь участок контура вы сможете это растушевать и заодно немножечко затемнить цвет давайте вот вот здесь вот покажу видите кисточка размешивает цвет который на ней и цвет контура и плюс там чуть-чуть добавляется такой серый оттенок поэтому изначально цвет должен быть более интенсивным более темным можно добавлять цвета намного темнее чем они будут в дальнейшем так как мы знаем что пойдет у нас вся работа на осветление сначала я затемняю и потом потом цвета будут идти все светлее светлее тут какие-то видите крапинки у меня попадаются это кусочки засохшего акрила вот и в этом минус палитры которая не не чистая так нужно просто быть вот аккуратнее в этом плане и вот так вот примерно я первый слой сделала ну кстати нужно будет еще черный добавлять сейчас посмотрю на палитре весь ли черный у меня там засох вроде бы вроде бы да что касается цветов и самих марок до акрила использую прям разные разные и дорогие дешевые прочего такой вот брауберг у меня был набор но как бы многие цвета остались многие уже нет они вот такие маленькие и мне удобно работать когда небольшие небольшие тюбики потому что можно взять разные цвета разные использовать их уже подбирать вот видите сразу видно как появляются штришочки если мы берем какой-то более контрастный цвет вот например черный и сейчас немножко черного на кисти перемешивается с предыдущим слоем где-то они действительно объединяются где-то акрил уже подсох и поэтому слой ложится просто поверх снизу можно тоже чуть-чуть в принципе затемнить поэтому я не боюсь что сейчас лапка станет более темной чем нужно интересно за сколько мы сейчас по времени эту лапку сделаем но я не буду конечно на два часа это растягивать но по каким-то основные моменты мы пройдемся это кисть больше поэтому я работаю именно с ней до плюс мне нравится вот как какой рисунок шерсти она оставляет дальше давайте пойдем на осветление если много краски на кисти можно ее аккуратно убрать о тарелочку о вашу палитру либо промокнуть вот так вот по тряпочку и добавляем теперь вот опять эти кусочки добавляем теперь следующие слои и такие с чем хороша ее можно поворачивать поэтому можно работать более острой стороной либо широкой как изначально и видите по чуть-чуть идет такое осветление но где-то я вижу что не хватает не хватает фактуры поэтому я добавляю водичку и тогда получается более такой четкий прорисованный контур и что я делаю с одной стороны я делаю светлее всю эту историю а с другой стороны я добавляю светлые волоски получается что светлые волоски у нас находится наверху да на верхнем слое как оно должно быть то есть то что в глубине она темнее то что сверху она светлее соответственно и вот так вот штрихуем также по форме по росту волосков вот так ухожу в стороны учитывая да что где-то у меня краешки они все равно зарисуются я буду их дальнейшем уже поправлять если интенсивнее больше берете цвета то соответственно да он будет здесь светлее но в идеале добавлять понемножку чтобы кисточка все-таки была у вас такая влажная и цвет на ней был полупрозрачный таким образом мы сможем сделать больше слоев и будет больше ощущения пушистости проходимся дальше здесь мы видим что здесь потемнее у нас шерсть идет поэтому тут я беру больше воды и сначала прохожусь именно цветом с водичкой здесь собирается шерсть у нас вот в такие объединения группки небольшие для этого можно взять либо поменьше кисточку либо рисовать более острой стороной но в любом случае да то что сейчас происходит это тоже не завершающий вариант это такой промежуточный мы как бы ищем вот эту форму самые последние штришочки они будут позже в конце соответственно и я смотрю насколько мне еще нужно осветлить в принципе если выходит очень светло а то тогда можно и вернуть снова более темный оттенок но пока что опять же благодаря и фону холста его цвету у меня не получается слишком светло это значит что у меня есть как бы возможность все это осветлять и осветлять поэтому важно заранее эти моменты тоже продумывать так как работа на белом холсте и на каком-то цветном они будут отличаться сейчас будем поворачивать и продолжаем поэтому сначала бежевый идет не самый светлый я знаю что уже в конце что только в конце будет идти белый самый яркий цвет пока что мы такого промежуточного по по цвету оттенка добиваемся немножечко по верху проходимся если как здесь да я вижу что у меня этот рыжий потом начинает уходить то я могу снова добавить коричневый чтобы где-то сделать шерсть там где мне нужно поярче и вот так вот потихонечку мы с вами заполняем всю нашу лапу видите она уже становится более светлой более такой нежный кремовый что еще хочется сказать вот эта фотография по которой я рисую она более такая желтая чем чем на самом деле оттенок шерсти у кота поэтому я это учитываю и на другие фотографии периодически подсматриваю точнее знаю что мне нужно сделать ее более холодный вот примерно как я сделала лицо у кота до примерно в этих тонах у меня будет и сама лапка вы видите что я примерно до следую рисунку то есть не один в один хотя ощущение будет все равно у нас в итоге складываться что это да именно та самая лапка ну чуть-чуть еще вниз уйдем больше давайте с вот этим кусочком поработаем чтобы я на каком-то участке смогла показать вам уже конечный вариант беру более светлый бежевый оттенок набираю его на кисточку и будем будем делать такие финальные скажем штришки еще важно ждать просохнуть слою акрила в чем плюс тоненьких слоев они очень быстро высыхают и вы можете приступить уже к следующему слою если у вас слой не полностью высох то тогда могут быть проблемы потому что акрил будет пододвигаться то пятно которое вы сделали если она влажная и вы наносите на него следующий слой то его края этого пятна до скажем так уже схватились они уже подсохли а серединка она до сих пор влажная и получается что если вы добавляете слои на еще не просохший слой то тогда у вас идет такое перемещение вот это вот пленочка она не образовалась и будет такой не очень не очень аккуратный результат если более понятно да все это сказать что слои должны вас просохнуть и после этого вы возвращаетесь к предыдущему слоя то есть тот который был здесь я понимаю что они уже они маленькие они быстро начинают подсыхать поэтому я могу сюда пройтись по еще одному разу но лучше переключиться на другой участок и поэтому вы как бы перепрыгиваете с одного момента на другой вот так понемножку будет собираться весь этот кусочек тут мы видим что лапка снизу она светлее там идет рефлекс потому что она объемная да она кругленькая тут будет свет более темный снизу у нас будет такой рефлексик более светлый вот здесь еще немножечко можно взять этого бежевого а и добавить чуть-чуть осветления потом наверное перейдем с вами на другую кисточку на более миниатюрную чтобы прорисовать какие-то уже конкретные волоски это я в данном случае делаю такую базу такую основу всего а потом уже мы будем уточнять опять да вижу что не хватает мне чуть-чуть здесь более теплого цвета его можно добавить таким коричневым и вот так видите он становится более ярким более такой солнечный оттенок более теплый этот кусок у нас пока да будет давайте такой наполовину сделанный потому что кажется вроде так быстро но я понимаю что сколько уже времени мы с вами рисуем время летит действительно незаметно когда рисуете шерсть это такой медитативный процесс с одной стороны нужно и обдумывать конечно что куда с другой стороны очень все это расслабляет но во всяком случае через какое-то время когда вы понимаете как это работает то просто вот так вот релаксируйте давайте капельку еще вот с этим с этим бежевым и этой кистью и покажу как делать светлые акценты с более тоненькой кисточку мы обязательно моем хотя бы так более менее потому что акрил засыхает быстро и акрил будет повреждать кисти которые из натуральных материалов какой-то колонок белочка это все будет очень опасно если вы работаете не очень аккуратно да если вы знаете что можете что вы там забыть что-то не помыть берите синтетические кисти теперь мы берем белый на вот эту кисточку и мы прорисовываем основные верхние волоски она тоже себя ведет довольно интересно а где-то она может создать я про кисть до более тонкую линию особенно когда она влажная когда много воды на ней а иногда более пушистую и дает несколько волосков если она вот такая вот по суше и отдала уже часть краски в любом случае сейчас мы делаем дополнительным более тонкие волоски и за счет которых как раз будет все выглядеть более таким натуралистичным плюс подмечаем направление особенно здесь середине потому что тут идет стык где волоски одни идут пряди наверх вторые вниз то здесь они должны как-то быть посерединке и вот последнее время да я такой вот микс кистей используем и получается нужный результат когда они вместе работают где-то мы можем и темные участки под убрать если они нам уже не нужны что еще хочется сказать что мы работаем с вами светлыми цветами она уже светлые участки тем самым мы добавляем дополнительный объем для этих пряди то есть вот я вижу да у меня идет светлый какой-то кусочек я добавляю светлый на него и соответственно темный цвет более плотный которые находятся вокруг он начинает помогать и работает в поддержку всей этой истории и тогда действительно шерсть выглядит объемно и мы видим разделение на эти пряди давайте еще сверху немножечко пройдемся если цвет очень яркий получается линия видите такая слишком насыщенная я пальчиком обычно все это промакиваю и немножечко распространяю в разные стороны если мне не нужен такой четкий и яркий контур я немножко снимаю верхний слой и тогда получается естественнее выглядит и более мягким так еще давайте чуть-чуть эту область белым выделим и можно добавить какие-то волоски которые прям в разные стороны смотрят так будет еще пушистее все выглядеть у нас там где шерсть более темная вот снизу например мы работаем не в полную силу либо вот так вот сразу промакиваем то что сделали чтобы только часть этих штришочков она осталась также вы можете немножечко перемещать слой акрила распределять он будет становиться и тоньше до что нам лучше потому что быстрее будет высыхать и мы сможем снова к нему приступить там где участке темный все равно должна быть прорисовка она должна быть везде просто разная по интенсивности например вот здесь где темные цвета вы все равно и и делаете просто вот так вот не в полную силу а снизу где цвет более светлый вы можете сделать еще один слой еще один слой вот таких вот штришочков и наверное это практически самый такой будет светлый участок вот здесь я имею ввиду что он таким у меня и и останется где-то плюс учитывайте то что акрил когда влажный он будет выглядеть у вас ярче насыщеннее где-то даже светлее потом когда слой подсохнет ну а довольно быстро да он будет подсыхать вы увидите что немножечко все потемнело особенно до повторюсь если у вас холст уже покрыт каким-то более плотным цветом чем белый и для объема то о чем это же с вами и до этого говорили обязательно должна быть разница в тоне поэтому мы и делаем с вами первый слой более темный а наверх идут более светлые цвета потому что если у нас не будет темной подложки то мы свет и не увидим потому что не с чем будет нашему глазу сравнить здесь мы видим да вот это светлое потому что рядом находится вот такой вот темный кусочек этот участок я пока так оставлю буду его ну доделывать да конечно вот эту часть обязательно и волоски потом выводить тоже в сторону давайте мы что мы сделаем немножечко я покажу вот на примере уже готового кусочка и может быть части маленького мы сделаем тоже вот этот розовый халат кошачий здесь у меня видите принципе нормально уже выглядит тут не хватает только каких-то финишных таких штришочков для этого я белый и розовый смешиваю рядом даже у меня есть красный потому что розовый у меня оказался слишком холодным красный он добавляет немножечко теплоты собственно чтобы получался именно тот цвет розового который мне нужен в чем разница будет между шерстью настоящий да и вот такой вот не настоящий шерстью которые у нас на халатике штрихи которые на настоящей шерсти дай волоски сами они естественные и они будут более такие разрозненные они будут разные по размеру разные по оттенку соответственно вы их делаете более такими свободными смотрящими в разные стороны они не должны быть идеальными они должны быть как раз разными а если мы берем какой-то предмет сделанный искусственно вот тот же халат здесь волоски они одинаковые до примерно одинаковые или должны такими выглядеть они смотрят все аккуратненько в одну нужную сторону они друг рядом с другом то есть тут работа будет более такая стабильная можно так сказать никаких нереальных таких поворотов шерсти пушистой в разные стороны не будет и в этом будет главное отличие то что здесь вы делаете длинные штрихи короткие штрихи а тут мы с вами соблюдаем определенное направление и определенную длину вот этого штришка тогда когда рядом у вас будет находиться натуральная шерсть кошачья и вот такая вот пушистая штучка в одежде то будет смотреться по-разному и будет понятно где какой материал и ну важно конечно быть внимательным подмечать подмечать все эти моменты и работа ведется в принципе по тому же принципу то есть я начинаю с более плотных более темных оттенков и под конец добавляю больше светлого но здесь например где-то теней тоже не хватает да поэтому мы с вами добавим и темные участки тоже сейчас попробуем мой розовый насколько он будет подходить видите сам розовый довольно яркий но здесь принципе можно его где-то чуть-чуть добавить но он для тени конечно чуть-чуть ярковат его хочется чем-то уплотнить особенно здесь тень у нас не может оставаться такой яркой нужно будет добавить давайте добавим вот такой вот коричневый немножко в розовый чтобы все это было по плотнее и контролирую количество водички мне не нужно очень много ее черного можно добавить для затемнения для приглушения цвета чтобы он не был слишком ярким потому что это у нас участок тени он темный он плотный и он не должен так выбиваться это можно делать тоже в несколько этапов просто вот так вот аккуратненько где-то я буду все это чуть-чуть подрастирать чтобы все внимание было на главную часть на светлую здесь все оставалось вот так вот в тени все равно очень он у меня такой теплый сейчас похолоднее сделаю цвет без коричневого уже просто возьмем розовый если он слишком интенсивный то я могу сразу пока слой еще не подсох взять влажной кисточкой и его распределить прям так размешать потому что какое-то небольшое время у нас все равно есть пока крил не схватился и мы можем успеть поработать тут я буду чуть-чуть заходите на участок подбородка у кота его мне нужно будет по форме потом тоже доделать на вывести какие-то волоски наверх чтобы все выглядело естественно потому что слой воротничка этого халата он находится конечно ниже а подбородок находится выше так и должно все выглядеть и заодно немножко затемняя участки которые у меня слева идут и повторюсь еще раз очень важно соблюдать вот эти вот границы между вот в данном случае у меня той же шапкой и мордочкой чтобы они красиво стыковались вот здесь нужно будет да мне еще тут светлый кусочек доделать и если они не будут выглядеть естественно все эти переходы тот тогда будет казаться что что-то у нас там не то да еще немножко давайте тут я затемню я могу даже больше вывести этот темный кусочек чем нужно и для того чтобы потом поместить сюда светлый давайте сейчас тут чуть-чуть доделаем и покажу вам светлые волоски как будем здесь делать немножечко еще теней и тем самым мордочку мы выделим она будет вот такая прям у нас красивая светленькая ну конечно нет предела совершенства да вы понимаете в какой-то момент нужно и останавливаться идти дальше делать следующие вещи и и прочее хочется еще сказать что в целом когда вы занимаетесь одним кусочком и только он у вас на картине то кажется что он не идеален что его хочется еще доделать но как только вы делаете кусок рядом но и дополнительно какие-то элементы то все становится на свои места поэтому для перфекционистов будет супер совет оставляйте работу готовые может быть процентов на 90 но не работа вот кусочек над которым вы работаете скорее всего когда вся работа будет готова вы поймете что все на самом деле в порядке а если нету вы уже по готовой работе сможете эти элементы доделать сделали давайте теперь светлые волоски покажу как мы их будем добавлять тут у нас слой был маленький с вами да он почти почти что высох белый такой с бежевым туда даже может капелька розового попасть и я буду потихонечку вот так вот выводить пушистые волоски можно либо с водичкой брать светленький цвет можно принципе и потемнее да было бы мы мне взять мы сейчас посмотрим но повторюсь да картинка которая вот здесь мы с вами видим она такая с немножко неправильной цветокоррекции то есть окошко она сейчас вам покажу она видите посветлее немножко тут просто очень такая теплая фотография поэтому такие моменты если вы рисуете по фото важно тоже подмечать то есть голове держать например что вам нужно все равно делать цвет более холодным или более теплым в зависимости от ситуации не успеем думаю мы с вами вот этот кусочек сделать но в принципе на верхнем мы с вами разобрали и искусственную шерсть в том числе потому что работа видите она такая довольно долгая отчасти кропотливая можно сказать но для тех кто любит вот так вот сидите и прорисовывать все это очень приятно и потом приятно смотреть как какой результат получается ну что хочется сказать что еще нужно нам волосков немножко добавлять самых каких-то ярких которые прям вот так вот выходят у нас на на участок этого халата или кимоно не знаю что это халат наверное потому что если мы это не сделаем то не очень естественно будет это выглядеть и вот где-то видите граница получилась у меня такая не очень эстетичная тут это значит что ее можно перекрыть цветом более светлым либо добавить какой-то промежуточный заодно можно и чуть-чуть яркости добавить то есть между светлым и темным потому что в тени вот эти штришочки они не так сильно и заметны вот так вот да можно все это скорректировать и и чтобы визуально они казались примерно одинаковыми по размеру все эти штришки чуть-чуть еще можно самых ярких светлых вот так вот нанести для пушистости вы можете если цвет нужен не такой светлый скажем как вы взяли просто его использовать с водичкой и не в полную силу будет такой полупрозрачный эффект и акрил будет выглядеть более разнообразным по цвету до близким к маслу можно сказать потому что масло все-таки более живой материал скажем тогда более пластичный там и цвета смешивать проще но у акрила есть свои преимущества он и сохнет быстро и мне очень нравится что удобно использовать многослойную технику в масле это делать тоже возможно но немножко сложнее нужно и ждать определенного высыхания между слоями то есть получается там своя философия она будет отличаться и давайте пока этот кусочек доделываю что еще про масло кстати хочется сказать открою вам такую тайну небольшую знаете как я делаю последнее время фоны для портретов чтобы они были с очень мягкими переходами что проще сделать маслом чем акрилом я делаю основную работу акрилом маслом я добавляю фон уже по готовому слою акриловому масляными красками я добавляю пятнышки их растушевываю и получается такой мягкий мягкий красивый фон масло я использую водорастворимое у меня есть какой-то неизвестный бренд сейчас уже не вспомню и windsor newton тоже водорастворимое маслом вот она подсыхает вся работа и потом я уже лаком спреем для акриловых и не только материала все это фиксирую ладно давайте останавливаться на этом кусочке шерсть у нас уже максимально пушистая я надеюсь что это видео было полезно такой вот небольшой экскурс в процесс работы небольшой кусочек поэтому если остались какие-то вопросы по шерсти по акрилу по рисованию вообще обязательно их оставляйте мне было приятно с вами поделиться процесса моего творчества я надеюсь вам это понравилось если да обязательно подпишитесь на канал поддержите это видео поставьте лайк мне будет очень приятно а еще поставьте колокольчик чтобы не пропускать новые видео потому что я не всегда вот добавляю в то время в которое нужно стараюсь добавлять всегда понедельник среда пятница но иногда опаздываю поэтому это вам не помешает и поможет увидеть сразу новые видео спасибо друзья до новых встреч пока пока